Я просто возглавил организацию, которая использовала цементный монополизм для вывода десятков миллиардов доходов из-под налогоблажения. Когда я познакомился с документами, я документы передал правоохранителям. В результате правоохранители стали воевать со мной, чтобы скрыть эти преступления. Были сфабрикованы дела, даже одно из них было сфабриковано по заявлению несуществующего судья арбитражного суда на основании несуществующей сделки. И это дело просуществовало около пяти лет, ну больше пяти лет. А только потом оно было прекращено реабилитацией. И оказывается нет виновных, никто не фабриковал дело. Мне откровенно угрожали убийством. При этом, ну понятно, что это уголовное дело было сфабрикованным с целью убийства. То есть это вот как по сценарию Сергея Магнитского, это в тот же самый период происходило. И понятно, что арестовали бы, а потом я бы там погиб при странных обстоятельствах. И никто бы ничего не понимал, что же произошло. Ну как всегда это происходит. Ну и вот не так давно я тоже стал обращаться к генеральному прокурору России именно по этим фактам. Вместо того, чтобы, ну да, я громко обратился, я громко закричал. Так же, как человек, которого, допустим, в углу какие-то бандиты, даже если они носят в это время в погонах будут, они будут убивать человека. Понятно, что я громко закричал. И да, генеральный прокурор услышал, он приехал сюда. Но когда я поехал к нему навстречу, меня задержали и сфабриковали дело. А якобы я возбуждаю ненависть по отношению к прокурорам. Я защищаю интересы России. Если прокуроры, они против интересов России, да, наверное, я к ним возбуждаю ненависть.